Дети волнуются и ждут своего выхода, обсуждают детали, проверяют реквизит и поправляют костюмы. В одном из старейших зданий Владикавказа в юношеской библиотеке проходит конкурс Фажмина Каштарта. Этот конкурс проводится впервые по инициативе Суслана Засеевым, сотрудника СОБРа, человека, который очень болеет за родной язык. Идею подалона мы ее воплотили в жизнь. Сегодня у нас собралось более 100 школьников, за два дня соберется более 100 школьников. Сегодня пройдет театральное направление, в субботу будут авторские стихи и песенный конкурс. Лучшие ученики из 15 школ Владикавказа представили на суд жюри театральные зарисовки по произведениям остинских классиков. Учащиеся 16-й гимназии подготовили миниатюру по произведению Розы Кочесовой «Гадылок». Не по годам взрослые они рассуждают о том, как портит семьи обман и пьянство, и о том, на чем держится настоящая семья. Это взаимопонимание, конечно, друг с другом, и чтобы относились к тебе с уважением и думали о тебе только хорошее. Мне кажется, что между семьей и родиной выбора нет. Это они одинаковые. И что семья, она твоя родная и земля, ее разделять нельзя. А вот ученики 13-й школы поставили поэму Кубады. С неподдельной искренностью они сопереживали герою Коста, старику Кубады, влюбленному в свою родину. Жюри конкурса внимательно оценивало всех выступающих. Как говорили великие умы России, талантам нужно помогать. Помогать бездарности пробьются сами. И если вдуматься в это предложение, то действительно, в ней и философия, и мудрость, очень большая мудрость. И вот такой молодежи, которая собралась сегодня в этом зале, их надо поддержать. И сегодня как раз раскроются те таланты, которые прячутся. Уже в эту субботу станут известны имена победителей. По словам организаторов, этот конкурс – еще один важный шаг к возрождению родного языка.